Денис, приветствую тебя. Привет, привет. Наша с тобой долгожданная встреча. В этот раз мы с тобой после серьезного фундаментального события, после довольно жаркой торговой сессии, опирающейся на очень серьезный инфоповод в виде итогового заседания ФРС. Я, поскольку всегда делаю очень большой акцент на американскую валюту, в частности на индекс доллара, всегда, конечно же, заинтересован в фундаментальном фоне такого характера и масштаба, как заседание ФРС. Особенно сейчас, когда каждое заседание – это надежды трейлеров на то, что регулятор прольет свет на планы касательно программы количественного смещения. Это заседание, собственно, не стало исключением. Все гадают, когда ФРС созреет к решению, которое будет направлено на сокращение программы QE. Когда это произойдет, ну, сейчас мы уже по горячим следам уже прошедшего заседания, хочу отметить, друзья, ну, поскольку я традиционно комментирую фундаментальный фонд, что никаких судьбоносных, значимых, важных решений по-прежнему не последует. И этим ФРС начинает уже напрягать многих, потому что, если мы посмотрим на тот же самый индекс доллара, я вам предлагаю демонстрацию перейти, чтобы показать в доллар. Так, сейчас индекс доллара взят на экранах, и мы видим текущие цены 93.26. Это четырехчасовой таймфрейм. Фактически мы можем оценить его динамику, этого инструмента, с начала июля. То есть июль, август и, можно сказать, уже конец сентября. И на протяжении всего этого периода рынок ходит вверх-вниз в диапазоне 93.50-91.50. Такая динамика указывает на то, что сам рынок не может до конца определиться, какой уровень, какая тенденция окончательной конкретной бычья, либо окончательной конкретной медвежи, для него является определяющим. Потому что ФРС не дает возможности это сделать. Сейчас, после того, как завершилось заседание, я могу сказать, друзья, что если вы рассчитывали на то, что американский регулятор сократит программу количественного смягчения, либо, например, обозначит конкретно месяц, когда он начнет это делать, уже железобетонный точно, то вы наверняка разочарованы, потому что ФРС этого не сделал. В частности, очень много было снова сказано про рынок труда, про инфляцию. Это те самые параметры, на которые и опираются решениями о коллектировке монетарной политики. То, что с занятостью все еще все недостаточно хорошо, скажем так, не будем бояться, что все плохо, но текущие показатели не соответствуют тем уровням, которые были бы уместными для того, чтобы регулятор ужесточил монетарную политику. Павел очень много говорил про слабый отчет последнего фармферлса, и учитывая, что есть еще такое отголосок негативного влияния ковида на рынок труда и в этом месяце, вполне возможно, что в первых числах октября, когда мы будем разбирать сентябрьскую статистику на фармферлс, цифры будут такими же плохими. Поэтому единственное, что можно точно сказать, что сейчас ФРС сохраняет свой адаптивный подход. Вот ФРС не стал открещиваться от слов, что он заранее сильно предупредит рынок, когда он начнет менять денежно-кредитную политику, но для того, чтобы он намекнул, либо принял решение об изменении этой денежно-кредитной политики, нужно, чтобы август месяц и сентябрь были очень крутыми по статистике по рынку труда. Я в этом сомневаюсь, опять же. Почему? Потому что те цифры, которые мы получили по итогам августа, они очень сильно разочаровали. Поэтому на своем брифинге я сегодня рассказывал мой пока что расчет и ставка на то, что в лучшем случае, если ФРС все-таки отважится на изменение политики, это произойдет в ноябре, когда он на ноябрьском заседании, по-моему, на 2 ноября, сообщит о готовности скорректировать программу количественного смягчения, начиная с декабря. И коррекция этой программы может быть, например, на 15 миллиардов долларов, то есть 10 миллиардов – это будут касаться программы покупки казначейских облигаций, и 5 миллиардов – это программы ипотечных облигаций. До этих пор я считаю, что доллар останется фундаментально уязвимым, и выше уровней, который был обозначен в конце августа, там 93.70, я вообще не вижу причин, чтобы индекс ушел. Поэтому моя ставка – это на долгосрочный, идея, которая должна быть долгосрочной, упирающейся на фундаментальный фон с конкретным фундаментальным таким зарядом. То есть, сколько срочно, те рекомендации, которые, в частности, я могу давать и во время наших с тобой эфиров по рисковому активу, по евро, например, по фунту, они могут немного не коррелировать с общей идеей по доллару. Но это нормально, потому что какосрочные тенденции не имеют ничего общего в долгосрочном взгляде. Короче, если резюмировать по индексу доллара, друзья, до ноября, я думаю, что не произойдет какого-то чуда, из-за которого политика ФРС может внезапно резко измениться. Поэтому раз стимулы останутся в силе, в силе останется и моя рекомендация по все-таки ожиданию еще большего ослабления доллара. А вот что касается рисковых активов, в последние дни я делал очень большой акцент, смотрю и вижу, как рынок реагирует на настроение. В частности, тему, я думаю, что ты и во время своих эфиров также обсуждал, эта тема связана с потенциальным дефолтом Эверграфта. То есть, эта болезненная тема, она еще остается на рынке. Сегодня, кстати, китайский застройщик должен исполнить свои обязательства на несколько десятков миллионов долларов по облигациям, и вроде как деньги не нашли. Но это лишь очередной платеж, который не отменяет, а отсрачивает идею потенциального банкротства. Поэтому для рисковых активов я пока что ищу оптимальные точки покупки на долгосрок, в частности, по фунту и по евро. Но учитывая, что большая часть трейдеров, говоря про клиентский пункт компании «Амаркетс», делает акцент на то, что дно уже достигнуто, и эти инструменты, в частности, я сегодня предлагаю посмотреть на евро и фунт, будут расти. Я полагаю, что еще фигуру, может быть, чуть меньше, по этим инструментам можно выжать именно через продажные сделки. Сегодня, кстати, заседание Банка Англии. Я не жду никаких изменений в политике. Может быть, это еще одна причина, почему фунт сегодня может завершить день для снижения. Поэтому моя рекомендация. Вот сейчас у нас держится уровень 36, 1.36. Можно дождаться его пробоя и прокатиться, попробовав, конечно же, прокатиться с целями, например, 1.35. По европейской валюте такая же картина. Сейчас из-за того, что локально проседает доллар, евро, опять же, локально реагирует на рост. Но прежде чем, наверное, мы окончательно по европейской валюте развернемся, я думаю, что можно попробовать прогуляться еще вниз до цели 1.16-1.15-1.50. Поэтому сделка будет sell limit с уровня 1.17-1.60, stop loss 1.18 и take profit 1.16. Денис, слово тебе. Так, хорошо, сейчас показ рабочего стола сделал. Сразу предупрежу, если вдруг будут на заднем плане какие-то звуки, это мои соседи с вечным ремонтом. Вообще, в принципе, Батуми – это одна большая стройка на ближайшие лет 50. В общем, что касается индекса доллара, я с тобой согласен касательно нисходящего движения. У меня точно такой же сценарий. Единственное, что я не исключаю, что могут попытаться дойти в дальнюю зону. В принципе, это уже пытаются сделать не первый месяц, но безрезультатно на данный момент. Здесь на дневном графике вчера тоже была попытка немножко пробиться выше, но там маленький совсем, его скорее будет видно на 4-часовом графике, там сделали совсем небольшой перехай, вот он. Можно сказать, практически незаметный. И следователи могут прямо с него спикировать по индексу вниз. Хотя это у меня больше такой, знаешь, как вариант, может быть, даже частично запасной, потому что по логике его бы перебить побольше, особенно тот экстремум, который находится у нас 20 августа и в районе 93,73. То есть если бы его еще немножко вот так ложно пробить, сделать как ложно пробой, и потом делать место вообще было бы идеально, потому что именно там будет находиться основной набор ликвидности. Но могут и без этого пойти. То есть если именно с точки зрения долгосрока, если там не внедрятся все эти внутридневные движения, весь этот рыночный шум, то я согласен с тем, что долгосрочно у нас общее идет снижение, и 91,50 – это всего лишь только первая цель. Потому что дело в том, что, не знаю, замечал это или нет, но многие, вот мне это больше всего поражает, когда открывается, например, часовая графика и начинает говорить о долгосрочном движении, там чуть ли не на месяц, на часовом графике. То есть это, в принципе, невозможно. И многие как бы путают понятие, что такое долгосрок, и что такое вот краткосрок. То, что мы с тобой, в принципе, смотрим, это даже не совсем и долгосрок, не месяцами исчисляется, но как минимум краткосредница, что-то такое. Поэтому на всякий случай, тем, кто будет нас смотреть, напоминаю о том, что если речь идет о долгосроке, это не означает, что завтра или послезавтра должен свалиться индекс. Нет, это может произойти через неделю или через две недели. То есть это такой процесс, который, он хоть и необратим, но он не сиюминутный. Это маленькое отступление на всякий случай. Так что тут я тебя поддерживаю. То есть в рамках средней долгосрока действительно основное движение вниз. Оно, в принципе, у нас и не менялось. Абсолютно никак не менялось еще с марта прошлого года. Поэтому тут я солидарен. Что касается фунта. По фунту есть увлекательная такая комбинация. Нечто подобное на треугольнике, если вы так начертите, пытаются сейчас сформировать, но пока нет уверенности. Или этот треугольник будет... Хотя любой треугольник ломается просто на раз-два и превращается в некую плоскость. Поэтому я пока даже не готов сказать, что именно из этого последует. У меня есть два диапазона. И оба этих диапазона буду стараться отработать. То есть самый первый диапазон, вот прямо сейчас цена пришла, это 1.3570-1.36. То есть это фактически уровни локальной поддержки. Вот раз, вот два. И между ними просто сформированный диапазон. Есть зонка немножко ниже. То есть более сильная, как по мне, это 34.50-34.80. Это также, кстати говоря, локальные уровни. Они еще вот отсюда взяты. То есть это вращение. Это некие уровни вращения. И, соответственно, к ним также попадают еще и расширенные торговые каналы. Если в таком виде чертить, точка раз-два, и с противоположной стороны вместо этой точки идет расширение вот сюда, то у нас получается очень четкий расширенный канал, который попадает в нижний диапазон. Я, честно, пока не готов говорить, от какого отскоча. Здесь абсолютно одинаковая ситуация. То есть могут сделать отскок как от первой зоны вверх, так, собственно, и от второй. То есть пока никакого сигнала не было. Вчера у нас очень активная была растущая, и, кстати, до сих пор, смотрю, продолжается растущая кумулятивная дельта, то есть показывая, что перекос по АСКам просто огромен. Следовательно, это и рыночные покупки, и селлимиты. То есть они сводятся таким образом. И, судя по накоплению, то могут запросто пойти вниз еще на обновление вчерашнего минимума. То же самое касается и евро. То есть по евро вчера вполне логично обновили локальный минимум. Сейчас продолжает такая просто сумасшедшая набор по кумулятиве по АСКам происходит. И здесь самое интересное – это вот нижняя зона. Мне она больше всего нравится в районе 1,16. То есть от 1,16 я ожидаю просто огромные покупки на самом деле. Но не исключаю попытку буквально вот с текущей зоны. Хотя текущая зона у меня изначально очерчена была для коррекции. То есть сюда попадает и контрольно-маржинальная зона, но она все-таки больше для коррекции. Вчера, да, получили достаточно крупный объем. Вот мы его видим. То есть это как опорный объем сделан. Но результата пока еще в виде его как минимум перекрытия нет. То есть я буду рассматривать текущие зоны лонги, только если цена сделает полноценное обновление, то есть где-то закрепление в район 1,1755, ну или хотя бы 1,1750 как минимум закрепится 4-часовая свеча, тогда с коррекцией можно будет смотреть покупки с небольшим риском. Сейчас пока что с учетом вот такой дичайшей просто кумулятивы вверх, я не вижу здесь честно покупок и думаю, что могут отвалиться фактически вниз, то есть нечто подобное сделать. На подобии раз-два и потом уже пойти красиво, полноценно вверх. Потому что сейчас очень многие будут как раз пытаться купить, потому что, видят, здесь и зонки есть хорошие, точнее уровни хорошей поддержки. То есть у нас тут раз-два, вот есть пониже тоже классный диапазон. Ну, в общем, я призываю пока еще с покупками подождать, как минимум до момента, пока цена не перекроет 1,1750 закреплением, а тогда уже думать. Ну, честно, я сомневаюсь, что это перекрытие будет, потому что все-таки ключево-профильное накопление, вот мы его четко видим. И плюс прямо сейчас у нас онлайн отскакивает евро вниз, поэтому я все-таки за тобой ниже, а потом уже в хорошую разворотку. Нижние границы оптационного рынка все-таки прощупать было бы очень даже кстати. Так, Денис, спасибо тебе за твое мнение. В принципе, у нас точки зрения с тобой сейчас совпадают. Я вижу, что и сейчас, даже с счетом ожидаемой коррекции и долгосрочных взглядов в отношении доллара, все, в принципе, идентично. Ну, наше мнение, конечно же, это наше мнение, друзья. Мы вам даем лишь конкретные рекомендации, а от вас уже зависит, следовательно, или нет. Рынок, безусловно, все расставит на свои места и покажет, кто прав, а кто нет. Как всегда. Спасибо тебе большое, что смог на это время. Тебе, конечно же, после заседания ФРС классно доторговать эту неделю. Еще две торговые сессии, классно закрыть ее, провести выходные. Ну, и если будет возможность, опять же, welcome в эфир четверг следующий. Спасибо за ранее. Я всегда за тебя. Тебе тоже отличного закрытия недели. Ну, и, конечно, всем, кто у нас будет смотреть, тоже прибыли. И торгуйте с умом, соблюдая риски. Самое-самое главное. Присоединяюсь к этому. Спасибо, Денис. Пока. Пока-пока.